МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собирает на своем новогоднем балу самых успешных людей нашего города. Назад во времени век 19-й. Как кировские вип-персоны развлекались на балу? Театр должен сегодня взять на себя задачу по увлечению людей. Шаг к мечте. Чему учат воспитанников детских домов в Кировском театре кукол? В Кировской области будут выращивать рыбу для продажи. Идея вернуть в регион. Рыбопромысловое хозяйство принадлежит правительству области. А заниматься разведением рыбы будут предприниматели. Управлением охраны использования животного мира был объявлен конкурс на право аренды рыбопромысловых участков на территории Кировской области. И сегодня были подведены предварительные итоги. Специальная комиссия приняла заявки от будущих арендаторов. А уже 19 декабря путем жеребьевки определят будущих владельцев 12 прудов и озер, где будет вестись товарное рыбоводство. Договор с такими предпринимателями будет заключен на 10 лет. Предприниматели, которые будут арендовать водоемы, станут отвечать за их состояние. Их обязанностью станет удобрять пруды и озера, заниматься искусственной подкормкой. А выращенную рыбу будут вправе реализовывать по рыночной цене. Во-первых, это привлечение инвестиционных ресурсов даст такую возможность. Ну и, наверное, увеличит получение самой главной пищевой продукции. Вы знаете, намного, как бы сказать, приятнее нашему кировчанину прийти в магазин и купить свежую рыбку. Вообще, вот, то есть, даже было ведь из аквариума, чтобы она стоила там не бешеных денег, а она была доступна. Доступна и красочно о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Об изменениях в сфере ЖКХ россиянам расскажут в мультфильмах, которые уже сейчас любой желающий может посмотреть в интернете. Эти мультфильмы призваны разъяснить россиянам, как добиться капитального ремонта своего дома, что для этого надо сделать, какие документы собрать. Идею такую предложил фонд содействия реформированию ЖКХ. На сегодняшний день вышло уже три мультфильма. Все очень лаконичные, длятся от 32 до 49 секунд. И в каждом преследуется одна главная цель – донести до людей, что любая коммунальная проблема решаема. Главное – найти верный подход. Посмотреть серию мультфильмов под названием «Капитальный ремонт» можно на сайте ЖКХ-медиа. Для того, чтобы ваш дом отремонтировали, проведите собрание жильцов, организуйте товарищество собственников жилья и выберите управляющую компанию. Затем направьте решение жильцов в муниципалитет, чтобы ваш дом включили в программу. Контролируйте ход ремонта после того, как деньги будут выделены вашей управляющей компанией. Строительство подземного перехода на улице Воровского в районе дома номер 100. Городские власти хоть и контролировали, но без опоздания завершить работы все равно не получилось. Напомню, сдать новую подземку подрядчик должен был 15 декабря. Однако в срок не управился. Елизавета Халикова в этом убедилась. Строительство подземного перехода компания подрядчик обещала закончить к 15 декабря. Но до сих пор переходить дорогу в этом месте людям приходится ориентироваться лишь на зебру и не всегда работающий светофор. Напомню, решение построить подземку в этом месте было принято после страшной аварии, которая произошла здесь в июле прошлого года. Тогда пьяный водитель здесь сбил подростков. 23 августа уже этого года был проведен аукцион, на котором выбрали компанию подрядчика, которая и занялась строительством подземки. На строительство подземки из областного и городского бюджетов было выделено около 16 миллионов рублей. Почему закончить строительство в срок не удалось, пока неизвестно. Однако теперь компании подрядчику за каждый просроченный день будут начисляться пени. Светофор не работает, и уже приходится рисковать здоровьем и жизнью людей. Много народу здесь, короче, ходит, и пешеход здесь подземно нужен. Надеюсь, что скоро достроят. Чем быстрее, тем лучше. Как пояснили сегодня в администрации города, строительство подземного перехода затянулось из-за проблем с поставкой подъемного оборудования для инвалидов. Однако сейчас, по словам чиновников, работа уже близится к завершению. Срок, когда в строительстве подземки Новоровского будет поставлена точка, городоначальники пообещали озвучить завтра, 17 декабря. А пока к другим темам. Губернатор Кировской области Никита Белых и руководители рабочей группы по модернизации моногородов при правительстве России Ирина Макиева посетили сегодня с рабочим визитом Белую Холуницу. Побывали на двух промоплощадках, одной из которых стал Белохолуницкий машиностроительный завод. А после в зале администрации района прошло рабочее совещание. Здесь обсуждали, как в регионе реализуются инвестиционные проекты. На данный момент у Белыхолуницы шесть инвестпроектов, которые могут в сумме дать более тысячи рабочих мест. Во время заседания собравшиеся также обсудили, как получить поддержку из федерального бюджета на объекты инфраструктуры, которые необходимы предприятиям для успешной работы. А еще целесообразность всех инвестиционных проектов, что есть в планах. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы с использованием тех средств, которые федеральный бюджет выделяет на развитие монотерриторий, наши монотерритории прошли соответствующий путь и получили поддержку. Романсы, Графанты и Полонез. В атмосфере 19 века в Кирове прошел очередной зимний бал. Организует его Вятская торгово-промышленная палата уже в третий раз для самых успешных жителей нашего города. Вот и на этот раз во фраках и вечерних платьях на балу предстали известные в Кирове бизнесмены и представители власти. Полонез. Им всегда начинала любой бал аристократия 19 века. Им же открыли зимний вечер легкого общения и танцев и представители современных кировских элитарных кругов. В зале ресторана «Россия» только самые успешные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Говорят, на абы каком мероприятии такую публику не увидишь. Посещают их избирательно. И зачастую из-за отсутствия времени. А если и удается кому привлечь на бал, что называется, весь свет под только в Вятской торгово-промышленной палате. Я хочу, чтобы все эти ребята были счастливы. Чтобы у них хотя бы несколько дней в год были в порядке вот такого хорошего творческого вечера. Одетый и создан зимний бал. Привлекает гостей зимнего балла от ВТПП качество и оригинальный подход к организации досуга. Здесь все на должном уровне. И творческая составляющая, и достойные мероприятия, и информационный подход со стороны СМИ. Вятская торгово-промышленная палата собирает на своем новогоднем балу самых успешных людей нашего города. Можно сказать, что данное мероприятие это одно из самых главных мероприятий празднования предстоящего Нового года. Зимний бал состоялся будет и на следующий год. Возможно, с участием новых лиц приглашение на него самые успешные люди года в любом случае получат. Дмитрий Жнарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича. Тема, о которой сейчас пойдет речь, до недавнего времени практически не обсуждалась. А зря считают активистки группы материнской поддержки «Белая река». Члены этого движения помогают молодым мамам решать всевозможные вопросы. К примеру, как правильно кормить своего ребенка. Теперь такие консультации для кировских мам будут проводиться на официальной основе. Подробности у Ирины Сырцевой. Еще до родов Наталья начала получать советы. Делала это, осознанно ходила на специальные курсы, слушала рекомендации знакомых. Ведь материнство – большая ответственность. Наверное, поэтому в итоге с кормлением Алисы проблем не возникло. Кормить малыша, если есть такая возможность, необходимо. Этот момент единения поможет избежать стресса не только маме, но и ребенку. Правда, не каждая женщина точно знает, как все сделать правильно и нуждается в советах. Можно избежать некого дискомфорта. Например, по прикладыванию, насколько правильно приложить. То есть, да, можно дать просто грудь, но если дать ее правильно, то ты будешь получать от этого удовольствие, и ребенок, соответственно, тоже. Об удовольствии и кормлении говорили сегодня и на встрече участников проекта «Белая река». Общественное объединение появилось в прошлом году. Все его члены – молодые мамы. Их главная цель – теперь научить избегать проблем после родов у других. Часто именно из-за неудобства или боли мамы отказываются от грудного кормления. Никто тебя так не поймет, как человек, который те же трудности в своей жизни испытывал. Без взаимодействия с медицинскими работниками, пропагандировать грудное скармливание, помогать женщинам его налаживать – это очень такая достаточно тяжелая, трудная и бессмысленная работа. А мы наладили это взаимодействие и очень хочется похвастаться этим немножко, что сейчас, например, на базе Новоавиатского роддома у нас два раза в неделю наши консультанты приезжают и прямо непосредственно в послеродовых отделениях консультируют. Сейчас в планах девушек продвигать идеи создания комфортных условий и дальше уже ведутся консультации в социальных сетях, также собираются создать специальный сайт и обсудить с представителями крупных организаций торговых сетей со здания комнат для кормления. Хотя в целом в Кирове к кормлению на улице относятся вполне лояльно. Исключения бывают редко. В таком случае консультантам приходится проводить внеплановое обучение. Я однажды одному сказала молодому человеку, который шел вот так. Я сидела в парке просто, а он шел кушал. Он так остановился даже, говорит, типа, ну как это, ну вот так. Я говорю, а вы сидите, вы сейчас идете, что делаете? Кушаете? Вам никто этого не запрещает делать. А мой ребенок тоже хочет кушать, и я его кормлю. На сегодняшний день консультантами Белой реки дано уже больше полутора тысяч рекомендаций. Девушки ждут обращения всех мам, у которых есть вопросы. Теперь они будут делать это на официальной основе. Они выиграли правительственный грант на работу своего проекта. Ирина Сырцева, Алексей Стахеев, Данил Кочкин. Бюро новостей Довича. Контролировать порядок в городе Сочи во время зимней Олимпиады отправились кировские полицейские, 150 человек. В Сочи они пробудут до конца февраля, пока там не закончится зимняя Олимпиада. На каких объектах предстоит работать кировским правоохранителям, неизвестно. Эта секретная информация заявили в пресс-службе ОМВД России по Кировской области. О других новостях города и области смотрите в коротком видеообзоре. Действия аварии на газопроводе на улице Дзержинского устранены. Сегодня газ в жилые дома на Филейке подается в полном объеме. Таковы свежие данные от управления МЧС. В пятницу 13 декабря около 8 часов вечера грузовой автомобиль, отъезжая от магазина на Дзержинского, при маневрировании задним ходом задел газопровод. Произошла утечка. Район тут же был оцеплен полицейскими. Жителей дома номер 68 по улице Дзержинского, а именно там произошла авария, пришлось эвакуировать. К утру субботы 14 декабря газоснабжение района было уже полностью восстановлено. Генерал полиции Сергей Солодовников встретился сегодня со студентами медакадемии. С будущими врачами главный правоохранитель области беседовал впервые. Однако такие встречи со студентами других вузов для Сергея Солодовникова стали традиционными, ведь именно студенты составляют большинство активистов добровольной народной дружины. Сергей Солодовников высказал надежду, что и студенты-медики пополнят ряды народных дружинников. Делку уже установили, теперь готовят ледяные скульптуры. Впервые театральная площадь Кирова к Новому году будет украшена олимпийской символикой. Изюминками праздничной театралки станут пышная искусственная елка и каток. Кстати, к новогодним праздникам готовится сейчас не только наш город, но и районы области. На центральной площади Вятских полян, к примеру, установили елку, а теперь объявили конкурс на лучшую игрушку. Самыми красивыми украсят новогоднее дерево в центре города. Сейчас короткая реклама, вот что вы увидите сразу после нее во второй части нашего выпуска. Почувствовать себя свободным художником в Кирове открылась необычная выставка «Женский объектив». Шаг к мечте. Чему учат воспитанников детских домов в Кировском театре кукол? Трус не выходит на ринг. Почему бои без правил не считаются опасным видом спорта? И как тренировки сказываются на здоровье? Это «Давичи». Мы продолжаем выпуск. Получили приглашение, сделали шаг к мечте. Сегодня в Кировском театре кукол впервые заработал фестиваль «Лаборатория» – новый театр для детей. Его формат организаторы обозначили так. Театр на расстоянии вытянутой руки. Продлится он до 19 декабря. Чем уникален такой фестиваль и в чем особенности современного театра? В сюжете Екатерина Зубаревой. Спектакль «Чук и гек» по мотивам повести Аркадия Гайдара представили на суткировских зрителей актеры из Санкт-Петербурга. Показ прошел в рамках фестиваля «Лабораторий» новый театр для детей. Это смешное и доброе представление в жанре клоунады. Особенность спектакля в том, что актеры на сцене обходятся без слов. Этот спектакль, как и еще десяток других, входит в коллекцию представлений, которые в наш город привезли столичные актеры. На протяжении пяти дней артисты будут общаться со зрителями посредством современного театра, то есть вовлекая их в творческий диалог. Главная цель этого фестиваля, говорят организаторы, вовлечь в театр детей и заинтересовать их этим видом искусства. Из 100% налогоплательщиков только 7 ходят в театр. Только 7. И это не проблема зрителей, это проблема театра. Театр должен сегодня взять на себя задачу по вовлечению людей. Помимо показа спектаклей, на протяжении пяти дней в рамках проекта будут работать творческие мастерские для детей из малоимущих семей и детских домов. Известные актеры помогут ребятам придумать и поставить на сцене свои пьесы. Екатерина Зубарева, Алексей Юверов, Бюро новостей ДАВИЧЕ. Выставка, которая открылась сегодня в Кирове, особенное. Ее открытие, например, можно было бы приурочить к Международному женскому дню. Потому что все ее участницы – дамы. Женский объектив, отличается ли он от мужского, и что любят фотографировать представительницы прекрасного пола. В следующем сюжете. К фотовыставке Татьяна Белькикова, сотрудница пресс-службы областного наркоконтроля, готовилась сознательно. Необычные мотивы для своих снимков искала в необычном месте. На фотосессию девушка договорилась с настоятельницей одного из женских монастырей области. Самое главное для меня было – это не постановочные кадры. То есть поймать такой кадр, чтобы он был естественный, чтобы он передавал атмосферу. В итоге на выставку было отобрано три ее работы. Например, вот эта, где настоятельница монастыря благословляет монахиню. И еще одна, где другая монахиня совершает ежедневный ритуал – с молитвой ставит свечку в храме. Кроме религиозной, на выставке были задеты и другие темы. Среди работ – пейзажи, портреты, фотографии животных и детей. Большинство снимков сделано непрофессионалами. Но в каждом из них есть такие детали, которые не каждый, даже опытный мужчина-фотограф, заметил бы. Глаз женщины. Ну, особый глаз. Двя женщины – это особый взгляд. Как мы понимаем, нам сложно мужчину судить. Но она по-особому видит природу, людей, образы. Вот мы решили это сделать. Всего на областной проект поступило больше 400 работ. На выставку отобрано только 80. В ближайшие дни специальное жюри выберет три лучших из лучших, авторов которых наградят призами. Кстати, голосование ведется и в социальной сети ВКонтакте. Работа, набравшая там большинство голосов, тоже будет отмечена. В Кирове завершились традиционные соревнования по прыжкам в высоту. В этом году их провели уже в 20-й раз. И, как всегда, посвятили кировчанину Валентину Чарушкину. Этот турнир уникален тем, что больше нигде в России не проводится старт памяти простого учителя физкультуры. Но для кировских прыгунов честь почти таким образом память своего тренера. В зале присутствовали и ученики Валентина Чарушникова. К примеру, главный судья соревнований Михаил Иеровиков. В этот раз на спортивной площадке лесопромышленного колледжа собрались 120 участников от 10 до 20 лет со всей области. Лучшими среди общеобразовательных школ стали гости из Кикнура. А в общем зачете детско-юношеская спортивная школа номер 2 города Кирова. Как бы высоко не прыгал ребенок с небольшим ростом, ему сложно будет достичь высоких результатов. В любом виде легкой атлетики есть своя специфика. Прыгуны в высоту, как правило, высокие, стройные, красивые легкие атлетики. Что мужчины, что женщины. Конечно, мы стремимся к выбору ребят именно такой комплекции. Свои правила отбора есть и в боях без правил. Принято считать, что это спорт для настоящих мужчин. Удары, броски, кровь и нокауты. В Кирове прошел турнир смешанных боевых единоборств. Битва на вятке. На нем сражались только сильнейшие, лучшие из лучших. Опасен ли этот вид спорта для здоровья и насколько на нем может заработать, узнала Марина Крашенинникова. Смешанные единоборства или бои без правил. Спорт зрелищный. Турнир «Битва на вятке» собрал огромное количество зрителей. На трибунах дворца единоборств не было свободных мест. На ринге представители различных видов спорта. Боксеры, борцы, каратисты. У многих практически нет опыта выступления в боях ММА. Для Александра Папулова это второе соревнование в жизни, но он уже среди призеров. В упорном бою за третье место спортсмен вырвал победу у соперника. Этот бой не чувствовал, но результат, конечно, может быть лучше. Не очень доволен судьбой, но все-таки что получилось. А вот эти спортсмены ведут поединок уже без шлемов. Они старше 21 года и по правилам, кроме перчаток, могут использовать только щитки на ноги. Жесткие удары и даже нокдауны у старших спортсменов не редкость. Хотя специалисты утверждают, смешанное единоборство – не самый травмоопасный вид спорта. ММА называют частенько бои без правил. Но это не так. То есть это старое, забытое. Можно сказать, в 80-х годах выходили ребята, дарились голыми руками, кровь, травмы. Сейчас это правило написано кровью спортсменов. То есть очень много запрещено. ММА даже в десятку, двадцатку травматичных видов спорта не входит. Гораздо травматичнее футбол. Но дети же играют в футбол. Но, конечно, самым ожидаемым событием вечера стало прибытие ВИП-гостя соревнований. Прождав почти сутки в московском аэропорту, хоть и с опозданием, но все-таки прибыл легендарный боец, звезда мирового ММА Джефф Снеговик Монсон. Монсон общался со зрителями, фотографировался с желающими и наблюдал за боями. По его словам, у спортсменов горели глаза. А это самое главное. Ведь он сам начинал свою карьеру с рейтинговых боев, а сейчас его узнают во всем мире. Если вы в первых строчках мирового рейтинга, можно легко заработать себе на жизнь этим спортом. Но за первые бои обычно платят около трех тысяч долларов, плюс еще немного за победу. А вот для крупных гонораров нужно выигрывать сложные бои. А вот наши ребята пока сражаются за медали и кубки. Хотя в следующем году организаторы планируют перевести турнир на коммерческую основу и поощрять лучших еще и денежными гонорарами. Марина Крашенинникова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича». И это все, чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте об интересных и важных событиях в редакции Бюро новостей «Давича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер Бюро новостей «Давича» официальный дилер «Фольксваген» ТСК «Мотор». Благодарим за поддержку меховую компанию «Мехико». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова